Второе протокольное поручение Синельщиков Юрий Петрович. Уважаемые коллеги, группой депутатов фракции КПРФ поставлен вопрос о проведении проверки Комитетом Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. По факту опубликования так называемым фондом борьбы с коррупцией Навального информации, содержащей обвинения в адрес председателя правительства Медведева в коррупционном поведении. Поставили тут одну минуту, но для того, чтобы изложить документ, надо не менее четырехминутных. В соответствии с регламентом работаем. При этом очевидно, что сделанные им выводы напрямую затрагивают честь и достоинство председателя правительства Российской Федерации и власти в целом. Необходимость депутатской проверки обусловлена следующими обстоятельствами. Первое. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. К сегодняшнему дню с материалами ознакомилось свыше 11, извините, 17 миллионов граждан. Во фракцию КПРФ обращаются избирателями с треб... Добавьте, пожалуйста, времени. Просто вы исходите из того, что регламентная норма минута. Там нет такого нормы. Там нет нормы, там не все нормы. Есть. Нет, есть. Есть докладывательство. Минута. 60 статья. Коллеги. Свою коллегу по фракции послушайте. Пожалуйста, добавьте еще минуту. Во фракцию обращаются избиратели с требованием провести проверку этих обстоятельств, обнародовать позицию того или иного депутата и фракции, и в целом Госдумы. Второе. Очевидно, что вслед за публикацией должно было последовать решение правоохранительных органов о возбуждении дела либо по фактам злоупотребления лиц, упомянутых в публикации, либо в отношении авторов этой публикации за клевету. Напоминаю, что законом от 2012 года за клевету такую наступает достаточно серьезная уголовная ответственность. Однако правоохранители никаких процессуальных решений не приняли, хотя с момента, когда материал был обнародован, прошел месяц. Это предельный срок, в рамках которого в соответствии с УПК должно приниматься решение по сообщению о преступлении. И мы медлились с подписанием этого депутатского обращения, надеясь на то, что услышим разумные объяснения Дмитрия Анатольевича. Однако сам Медведев, а еще раньше представитель правительства, сделали неуклюжие заявления о том, что эта публикация является всякого рода мутью и так далее. Юрий Петрович, довожу до сведения. 56-й статьей регламента регулируется оглашение предложения о даче поручения Государственной Думы, выступление с обоснованием необходимости отклонения предложения о даче поручения Государственной Думы и о даче, и отклонения не более одной минуты. Сейчас одна, Юрий Петрович. Поэтому, вот, ничего личного. Так, пожалуйста, Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, Василий Иванович. Пискарев. Спасибо. Коллеги, есть формальное основание для отклонения данного документа. Но, в частности, протокольное поручение никакого отношения к отчету правительства по итогам шестого года не имеет. Это уже достаточно, чтобы отклонить проект протокольного поручения. Но для отклонения проекта протокольного поручения, коллеги, не это является главным аргументом. Так получилось, что по роду своей работы, предыдущей, мне приходилось много раз иметь дело с материалами, которые поступали от так называемого ФБК, фонда борьбы с коррупцией, который организовал и возглавил гражданин Навальный. Могу уверенно сказать, что ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, ничего не имело и не имеет общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует. Продукт его творчества, как выяснялось ранее, и уверен, что ситуация такая же, некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций, с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом. Саша, ты не попросил? Покажите результат. Решение не принято, уважаемые коллеги. По ведению, пожалуйста, Коломейцев Николай Васильевич. Спасибо. Уважаемый, по вопросам 13.1 и 13.2 я голосовал против, а почему-то там воздержался написано. Такого не было. Я командовал против. И второе. Василий Иванович, пусть пояснит. Все-таки по делу Вороненкова, Следственный комитет...